Привет, друзья! Закончили очередной объект. Находится он в жилом комплексе Сердце Столица. Данный объект изготавливали вместе с дизайнером Алексеем Ивановым. Общая площадь квартиры 96 метров квадратных и она делалась для семейной пары. Итак, здесь мы изготовили шкаф-прихожую. Фасады выполнены из МДФ, покрашены эмалью и нанесен глянцевый лак. Сделаны фрезерованные ручки по краям фасадов, так как три фасада. Сделали на крайних фасадах фрезеровку. В центральном фасаде сделали ручку в торце детали. При помощи этого она открывается. Значит, корпус шкафа выполнен из ЛДСП фирмы Кроношпан. Декор это 5981 Кашемир, задняя стенка также из ДСП. Обычно люди пытаются немножко подсекономить и использовать одностороннюю покраску. То есть, лицо у нас в глянце, а тыльное просто белая ламинация. В нашем случае тыльная сторона покрашена матовой эмалью в цвет лицевой. Наполнение в шкафу это полка, штанга для одежды. Снизу два выдвижных ящика для обуви. Обувь становится в два яруса. Направляющие используются МОВЕНТО от фирмы Блюм. Закрывается все с доводчиком. Также на фасадах установлены петли Блюм в цвете ОНИКС. Это черный цвет. Также все работает с доводчиком. Верхняя антресоль открывается у нас от нажатия на типонах. По центру в антресолях сделана полка. Контур шкафа сделан с видным торцом МДФ по периметру. В том числе и сверху. Так как в данном помещении потолок натяжной и со временем он провисает. Верхние фасады антресольные могут цеплять наш потолок. То есть у нас в данном случае, когда имеется такой добор, фасад не доходит до потолка на 2 см. Тем самым со временем, когда даже потолок немного провиснет, у нас фасад не заденет наш потолок. И фальшпанели по периметру запилены под 45 градусов. Боковая стенка шкафа сделана также из глянцевого МДФа в цвет лицевых фасадов. Также в прихожей установили зеркало серебро. Оно сделано в алюминиевой рамке от фирмы Modus. Профиль МЗ-01 в цвете серебро. В прихожей также изготовили шкаф. За этим шкафом у нас располагается стена. С лица кажется, как будто это два шкафа, но один фасад, он глухой. Я прикреплю фото, как это было. А так в целом правая створка, она открывается. Он такой хоз. Для хоз нужд. В данном случае здесь пылесос и полки. Далее мы попадаем в санузел номер один, где мы изготовили шкафы и тумбу. Здесь мы изготовили шкаф для стиральной машины. Фасады в данном санузле выполнены полностью из МДФ, также покрашены глянцем. Правый фасад у нас открывается при помощи паза в торце детали. Здесь у нас располагаются просто полки. Стальные фасады открываются на тифонах от нажатия. В принципе, все эти шкафы, они сделаны в полках. И вот здесь был сложный угол. Здесь сделали также небольшую зону хранения, где подключается стиральная машина. Далее открытые полки. Далее у нас здесь шкаф над инсталляцией. Здесь располагается гребенка. Также все вырезы под коммуникации со старта делаются на производстве и оклеиваются кромкой ПВХ. Тем самым у нас нету видных торцов ДСП. Далее мы переходим к тумбе. Значит, справа у нас сделаны открытые полки. Они сделаны также из МДФ в глянце. Углы открытой тумбы, они запилены под 45 градусов. Здесь она открытая, так как если бы были выдвижные ящики, они бы упирались бы в наш унитаз и не было возможности открыть ящик. Слева у нас один ящик выдвижной, направляющий тандем-бокс Антара от фирмы Блюм. В цвете серый Орион. Сверху сделана заглушка, так как умывальник идет с подклейкой вовнутрь. Открывание фасада осуществляется при помощи запила торца МДФа под 45 градусов. Далее пойдем в спальню. Здесь мы также изготавливали шкаф. Фасады с фрезерованной ручкой. В данном случае уже матовая эмаль. Покраска с двух сторон. При открывании у нас срабатывает датчик и загорается светодиодная подсветка. Штанги черные. Задняя стенка также из ДСП. Две штанги для короткой одежды. И справа у нас штанга для длинного. Блок с выдвижными ящиками. Выдвижные ящики также Мовента от фирмы Блюм. Работает все с доводчиком. Верхние фасады открываются от нажатия на типонах. В данном случае также натяжной потолок. И сверху сделан добор. Далее мы идем во второй санузел. Здесь, кстати, мы изготовили еще такую веринку. Это шкаф с полками. Фасад это профиль модуль СМЗ-01 в цвете серебро. И вставлена прозрачная стеклость, осветленка. Фасад открывается от нажатия на типоне. И сделана вертикальная подсветка в двух вертикальных стойках. Далее попадаем в санузел номер 2. Здесь мы изготовили тумбу. На тумбе также фасады из МДФа. Покрашены матовой эмалью. Боковая стенка также из МДФа. Она запилена относительно фасада под 45 градусов. И справа у нас открытая ниша. Она также запилена по контуру под 45 градусов. Сделана для того, чтобы также выдвижной ящик открывался и не упирался в нашу батарею. И за ним еще располагается сливка-инниционер. Сверху сделали зеркальный шкаф. Он также распашной. На противоположной стороне у нас располагается шкаф для инсталляции. Открытая ниша сделана из ДСП. Углы запилены также под 45 градусов. И в нише присутствует стадиольная подсветка. Здесь два фасада. Они открываются от нажатия на типонах. Сверху мы сделали глухую панель, так как оттуда выходит вентиляция. Также здесь боковая стенка из МДФа. Примыкание фасада к боковой стенке под 45 градусов. Это осуществляется при помощи петель от фирмы Blum на 155 градусов. Закрывается все на типоне. Далее мы переходим в зону отдыха. Здесь мы изготовили тумбу, навесной шкаф и вот такой щит для ТВ. Пример фрезеровки брали от гипсовых панелей. То есть рассчитали расстояние такие же, как на гипсе. И выполнено в нашем фасаде из МДФа. Нижняя тумба у нас выдвижные ящики. Открываются от нажатия на типоне. Также направляющие от фирмы Blum. Здесь у нас стеклянные полки. Также все работает от нажатия. Задняя стенка из ДСПа. Далее мы попадаем в спальню. Здесь мы изготавливали гардеробную комнату. Гардеробная комната закрыта фасадами. Здесь у нас сделаны двери купе. Профиль модус смс 140 в цвете шампань браш. В садах вставлено стекло стопсол бронза. Так как стекло имеет просвет, было принято решение обклеить стекло сзади, чтобы оно не просвечивалось по просьбе клиента. Итак, попадая в гардеробную комнату, здесь у нас сделаны шкафы. В гардеробной комнате присутствует стадионная подсветка. Наполнение значит следующая штанга, блок с выдвижными ящиками. Штанга для длинного, здесь штанга для короткого, также блок с выдвижными ящиками. Также на противоположной стороне штанга для короткой и блок с выдвижными ящиками. Везде направляющие Мовента от фирмы Блюм, работают они с доводчиком. Здесь интересно выполнены данные углы, так как у нас есть полностью доступ с обеих сторон. На мой взгляд, это очень удобное решение, нежели если бы здесь была какая-то перегородка и был бы мертвый угол. 140-й профиль от фирмы Модус, он также может быть исполнен в двух вариантах. То есть ручка может быть с одной стороны с одним ребром, с обратной стороны с двумя ребрами. То есть его можно перевернуть и тем самым у нас получится, что с лица будет двухсторонный профиль и в этом исполнении можно вставлять кромку из ДСП, тем самым создавать некий внешний вид эксклюзивный. Двери работают с доводчиком как на открывание, так и на закрывание. Вот такой проект изготовили. Надеюсь, для кого-то было полезно увидеть некое наполнение шкафов, материалы и фасады. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok